Многие из нас играют в куклы в детстве, но некоторые не могут остановиться и до пенсии. Есть такая профессия – артист-кукловод. Во Всемирный день кукольника наша съемочная группа познакомилась с ними и их подопечными. Вообще-то меня зовут Жавота. Я из сказки Золушка. Ну неужели непонятно? Своими вопросами Жавоту мы быстро утомили, так что беседовать продолжили с ее кукловодом Юлией Мельник. Через ее руки в прямом смысле слова прошли сотни кукол. Актриса с 30-летним стажем подтверждает правила – интереснее играть негативных персонажей. Где-то по молодости интересно играть. Принцесс всяких, таких девочек, припевочек. А уже с возрастом в этой рамке становится тесно. И хочется все время играть вот таких стервозных, капризных, нехороших. Вот самые интересные роли такие. Да и куклы они сами интересные. Говорят, актерский хлеб непростой. У актеров-кукольников все еще сложнее. Им нужно оживить куклу, при этом самим оставаясь в ее тени. Это особенно сложно, когда оформление спектакля такое аскетичное и сдержанное, как в сказке о Сарпике. Она может вот рот открывается у нее, да, когда разговаривает она. Может глазками, вот, закрывает, открывает, работать глазками. Что самое главное, конечно же, ты, внимание постоянно на кукле. Если ты будешь сама вот, да, смотреть на зрителей, не получится вот этого результата, чтобы кукла заиграла, а именно внимание на куклу. Нужно смотреть, куда голова двигается. Вот как-то можно даже вот выйти, посмотреть на нее, что она, вот как она разговаривает, да, как ротик открывает. А иначе кукла не будет жить, она будет мертвой, как мы обычно говорим. Прежде чем оживить куклу, ее нужно создать. То, что зритель называет волшебством для главного художника театра Евгении Терентьевой – сплошное конструирование. То, что рисует фантазия, нужно воплотить в жизнь, сделать так, чтобы с куклой было удобно работать актером, подобрать подходящие материалы. Главное, внутри очень разные конструкции. Для того, чтобы кукла могла просто открывать рот или открывать рот, щуриться, да, глаза, например, у нее там внутрь даже могут уходить, да, ну, какие-то технические возможности, уши шевелились, допустим, да, это вот мимическая кукла называется. Они в основном тканевые. Это поролон используется, трикотаж, там, не знаю, чулок женский, то есть, все всякое-всякое, вот, в зависимости от задачи, которую ставит нам режиссер. Дальше за дело берутся художники-конструкторы, скульпторы-швеи. Все процессы и нюансы в одном репортаже уместить, конечно, не получится, да и не нужно. Пусть для зрителей кукольный спектакль остается маленьким чудом.